так привет мои хорошие чуть подальше отойду хотела сегодня поболтать вот о чем после того как я объявила о своей беременности посыпались советы вопросы и так далее ну вопросы это конечно понятное дело всем все интересно но видимо когда я говорила в своем видео о причинах почему я еду дагестан народы видимо большинство девочек меня не слышала слушала но не слышала или как я не знаю потому что вроде я там объяснила почему все равно под моими видео мне постоянно пишут не езжайте рожать туда рожайте в турции в турции врачи лучше в турции все лучше и так далее и т.д. и т.п. всех волнует вот этот вот вопрос почему я еду рожать дагестан на родину точнее по моему это элементарно почему я еду и даже вопросы такого возникать не должно мне кажется причина это вот таких вот маленьких причин очень много если сложить во первых это мои первые роды и скорее всего скорее всего я так думаю это будет единственные роды в моей жизни поэтому я бы хотела бы чтобы все произошло в той больнице в той стране язык которой я знаю от а до я понимаете в турции может быть больницы оснащены более лучшей техникой да да аппаратура конечно здесь прекрасно ничего не могу сказать но когда мне говорят что здесь врачи лучше чем в россии у меня вот такенный вопрос на который лично я знаю ответ я видела врачей и здесь я видела врачей я говорю про гинекологов я видела врачей и дагестане поэтому мне есть чем сравнить я не 20-летний и даже не 30-летняя девочка которая не знаю куда не знаю зачем не знаю почему едет я здесь живу три года и за три года нагляделась на местных врачей которым ты приходишь на прием они даже не знают какие анализы в какое время у тебя нужно брать врачи которым ты должна объяснять вот это вот анализ меня сейчас возьмите вот это для этого вот это для этого поэтому девочки пожалуйста не надо мне писать что здесь в турции врачи лучше аппаратура до больницы до не спорю с этим но не врачи меня никто не переубедит и здесь есть еще такой один нюанс у меня скорее всего будет кесарево процентов 90 я уверена что будет кесарево здесь есть такой нюанс после родов тебя на следующий день выписывают понимаете на следующий день женщину в таком непонятном состоянии который еще толком себя не пришла и и выписывают с этим маленьким младенцем отправляет домой кучу родственников я этого не хочу я не хочу чтобы знаете меня выписали на следующий день на максимум через два я приеду домой и толпа родственников шумом вот это вот хождение вот это круговорот родственников я не хочу этого всего мне это все не нужно я хочу тишину и спокойствие после родов я хочу быть со своим ребенком еще конечно же самая главная причина почему почему я еду потому что там моя мама да мне 40 лет скоро да но это знаете мне не мешает хотеть видеть свою маму в первое время рядом после родов потому что лучше моей мамы никакой муж никакая свекровь никакие заловки никакие родственницы никакие няньки не будут смотреть за моим ребенком и за мной после родов еще гормональный фон у женщины какой кто рожал наверно знает я не знаю что со мной будет какой я буду после родов поэтому лучше мамы рядом никого не может быть и я не понимаю вот это вопрос как как можно оставить мужем что маленький ребенок что ли я уже который раз возвращаюсь к этому молча можно оставить мужа можно и ваши домашние животные за которым нужен постоянный присмотр и это не маленький ребенок он взрослый человек который несет ответственность за свои поступки во-первых во вторых я не оставляю мужа на целую вечность чтобы он здесь развлекался муж будет заниматься работой у него сейчас новый проект которым он должен плотную заниматься и у него не будет столько времени чтобы уделять мне беременной жене а в третьих он приедет ко мне в тагистан если дадут визу но я надеюсь что дадут визу не он на это рассчитывает конечно же вот поэтому проблема как можно оставить мужа а еще вообще такая глупость мне писали муж может не полюбить этого ребенка если он не будет видеть как растет живот не гладить животик тем более тем более то что у моего мужа уже есть один ребенок а этот ребенок мне конкурент такие глупости мне писали иногда хотелось как вообще вот чем думаешь так что девочки тема мужа закрыта я вообще не переживаю по этому поводу что еще почему я еду так я сказала это сказала да кстати еще выплаты да есть еще выплаты которые я получу после родов в россии почему я должна оставлять российскому государству то что принадлежит мне и моим детям может быть меня еще закидают камнями те что люди что я типа не работала ни один день а мы работаем и платим налоги от из наших налогов с какого перепугу будешь получать денежки но простите такие законы в россии не устанавливал поэтому то что полагается я конечно же попытались получить кто-то мне в комментариях писал что видите ли я еду на родину из-за того что рожать турции дорого а там это мне все обойдется бесплатно вы глубоко ошибаетесь рожать в дагестане в махачкале даже в гост государственном роддоме очень дорого у нас там бесплатно даже санитарка как говорится швабре не пройдется всем нужно платить представляете всем нужно платить у нас а в гос роддоме это насчет цены кто-то переживает за наше финансовое состояние что мне муж не может оплатить роды здесь в турции так как здесь и как же здесь дорого здесь я могу если захочу родить в государственном государственной больнице бесплатно и роды у меня примут также как и в частной клинике точно также примут роды и я за это не заплачу ничего в частной же клинике мне роду могут обойтись разную цену где-то может покрывать моя страховка где-то не будет покрывать ничего страховка от полторы две тысячи лир это тысячи лир это 15 тысяч рублей от 15 тысяч рублей будем говорить и до 60 75 тысяч рублей 75 тысяч рублей это 5 тысяч лет вот от 1000 до 5000 лир мне может быть могут обойти здесь роду я не думаю что 75 тысяч рублей это такая большая сумма которую мой муж не может оселить если так логически подумать одни билет билет в одну сторону мне уже обошелся 500 долларов и только в одну сторону и мне так что девочки прежде чем писать про наше финансовое состояние что мой муж не может обеспечить рода меня здесь чуть-чуть вот чуть-чуть хотя бы нужно серое вещество подключить и математику вот и что еще хотела сказать насколько я останусь дагестане тоже вопрос постоянный и буду ли я там снимать в дагестане я проведу минимум пять месяцев я так рассчитываю но как будет точно я не знаю я так рассчитываю минимум пять месяцев снимать до буду по мере возможности пока я себя буду чувствовать хорошо пока мне будет время я конечно буду снимать новые девочки понимаете что после рождения малыша моя жизнь изменится у меня не будет столько времени свободного мое все время будет занята малышом в первое время вообще я буду занята тем что буду приходить себя и заниматься малышом потом у меня будет беготня заняты с документами но я буду стараться снимать конечно же для вас по мере возможности я канал закрывать не буду наверное он чуть-чуть конечно же формат канала изменится так как я уже буду мамочкой они просто на турецкой женой домохозяйкой посмотрим не знаю я не хочу заранее все загадывать чтобы не было такого что я пустословила говорила так а на деле вышло вот так вот ну я так думаю я рассчитываю что будет именно вот так как это мы предполагаем а вот в принципе я вроде как дала ответ на самые вот частые вопросы которые я вижу постоянно у себя под видео и еще раз пол ребенка я пока не говорю девочка или мальчик это не столь так важно что еще срок срок у меня сегодня ровно так сегодня у меня вот на данный период у меня 22 неделя я не знаю как там день в день не буду считать 22 недели будем говорить поэтому вот мои хорошие большая просьба еще раз мне не давать советы по поводу того где мне рожать у кого мне рожать оставлять мне мужа нужна мне мама рядом или нет маленькая девочка большая девочка все-таки под 40 лет женщине наверное все таки она лучше знает где и рожать у кого с кем рядом никого и хочет ли она в этот период видеть рядом мужа когда мне еще пишет что муж должен присутствовать народах чтобы он видите ли видел и понимал через что прошла его жена ну идиотизм девочки если вам это нужно чтобы муж ваш присутствовал народов и видел вот это все как вы корячитесь и мне это не нужно я человек того который перед мужем даже с маской на лице не ходит я буду корячиться перед него тужиться рожать как это вообще себе представляете я для своего мужа всегда была есть и хочу остаться принцессой все я не хочу чтобы он видел меня в таком состоянии конечно когда когда мы говорим о болезни болезни с которой ты ничего не можешь поделать это безвыходная ситуация и хочешь не хочешь мужчина тебя должен такой видеть потому что выхода нет это другое дело но извините меня тянуть специально народу мужчину зачем зачем это нужно зачем не хочу а еще кстати был вопрос не обиделась ли моя свекровь то что я еду рожать к своей маме представляете нет не обиделась а почему она должна обидеться она взрослый человек я взрослый человек мы как-то у каждого своя голова и каждый принимает решение так как ему удобно мне кажется она должна была больше обидеться если бы я ей сказала бы я рожу и давайте кассу первое время мне будете помогать мне кажется так она должна была больше обидеться потому что старая женщина к на которой ее весь дом и больной ее муж за которым смотрит она и еще я со своим новорожденным было бы вообще супер правда нет по-моему ей так даже даже будет удобней что я рожу и вот это вот первые два-три месяца когда дети дети дитё точнее совсем маленькие она не будет я не буду ее дергать она не будет переживать постоянно думать как тут у меня справляюсь или нет она тоже принципе принципе за то чтобы я поехала к своей маме лучше мамы никто не может вам помочь кстати мама моя приехать не может еще раз повторить что об этом тоже я говорила и все равно мне пишут пригласить себе маму я не знаю меня глухие смотрят когда это говорила что я не могу позвать себе маму на это есть причина моя мама не может приехать вот пока но может потом приедет может быть приедет я надеюсь что все на этом закрывать мои хорошие я надеюсь я ответила на все вопросы да получилось немножко резко потому что за эти за эту неделю которые я сказала о своей беременности мне куда только не писали с этими советами с этими вопросами с этими предложениями ну просто вот я не знаю уже как говорить когда спокойно выражаешь с улыбкой на лице я все объяснила вроде как от души у меня было прекрасное настроение в тот день я все рассказала все объяснила но нет люди не понимают и все равно со своими пятью копейками везде должны вот залезть ну извините вот так сегодня вот так все мои хорошие закрываешь всем пока